В таком доме и гостей принимать не стыдно. Новая мебель, современная бытовая техника, просторные светлые комнаты. Студенческое общежитие Звенигородского филиала финансово-экономического колледжа после капитального ремонта стало как новое. Николай Богданов приехал из Астрахани и живет здесь уже третий год. У меня отец закончил финансовую академию, еще тогда она называлась. И он хотел, чтобы я пошел в филиал. В московске не получилось, потому что там нет общежития. И проживать мне было негде. И из-за этого мы искали поближе к Москве колледжи, филиалы финансового университета, с общежитиями, чтобы я заселился и учился. На занятия ходит в учебный корпус через дорогу. В здании 65-го года постройки полностью обновили фасад, инженерную систему поменяли окна. Четыре этажа вмещают около 250 человек. Сейчас в общежитии проживает более ста. В числе которых не только студенты, но и сотрудники. По словам директора, живут большой дружной семьей. У нас в основном проживают в общежитии несовершеннолетние дети. И они приехали от родительского дома. Поэтому вся администрация, которая здесь работает в общежитии, воспитатель Валентина Анатольевна. Сейчас вот у нас новый комендант, начальник хозяйственного отдела Надежда Егоровна. Я считаю, они делают все возможное и невозможное, чтобы детям было здесь уютно, тепло и уютно и комфортно. Большая столовая, комнаты разной комфортабельности, читальный зал. А вот мест для досуга в городе ребятам не хватает, поделились студенты. Обсудили с главой и возможность прохождения профессиональной практики в округе варианты дальнейшего трудоустройства. Кто захочет заниматься собственным делом, то большое количество программ работает, поддержки предпринимательства. Мы Одинцовский округ самый крупный по количеству малого и среднего бизнеса. У нас там больше 30 тысяч предпринимателей. Самых занятых у нас уже 38 тысяч. Экономисты, финансисты, юристы и другие квалифицированные кадры ежегодно оканчивают Звенигородский филиал. А удержать квалифицированные кадры и поддержать молодых специалистов – приоритетная задача для муниципалитета, отметил глава Одинцовского округа. Полина Бахова, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.